Здорово, спортсмены! Ну или не спортсмены, вообще любители всяких фитнес-браслетов, умных браслетов, смарт-часов и тому подобное! Сегодня к нам подлетели часики, которые стоят ориентировочно 1000 рублей, может чуть больше И у которых очень хороший функционал! Функционал, кстати, хочу сказать, более богатый даже, чем у Xiaomi Mi Band 2 Такие дела! Смотрим! А куда птичку дели? Я без птички не могу! Смарт-бэнд! И больше ничегошеньки здесь не написано! Пломба вот такая вот, приклеилась уже ко мне! Часики, зарядное устройство и мануал! Мануал довольно маленький, на двух языках, на английском и китайском! И, в принципе, он довольно информативный! Тут у нас что? У нас написано, как подключать по блютузу к устройству, и написано все характеристики! Чё эти могут часы, значит? Пишут то, что он считает шаги! Читает сожженные калории, считает пройденную дистанцию, следит за глубоким сном! Есть будильник, есть и пульсометр, и читает... Даже давление считывает? Считает кровяное давление и количество кислородов в крови! А каким образом он-то будет считывать? Ну и функция найти телефон! Наверное, функция какая-нибудь тут нажимаешь на нем, и он начинает искать телефон! Если вы где-то недалеко от браслета потеряли телефон! И ищите, ищите по комнате и не можете найти! Ладно! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Слушайте, какой приятный браслет! Мягкий, прям классный! Вот это по сравнению с ним вообще жесткаче! Ну тут вообще приятно-приятно! Наверное, к телу будет вообще классно! Ладно! Часики у нас выполнены следующим образом! Они выполнены полностью, целиком из металла! Они холодненькие! Прям сверху у нас каленое стеклышко! И, как заявляет производитель, данные часики имеют влагозащищенность IP67! Ну, это значит то, что мы можем спокойненько в них купаться и плавать в бассейне, мыться, ну и принимать душ и тому подобное! То есть мы не только защиту от брызгами им, а можем еще, значит, в них нырять в море! Но не глубоко! Вот такой длины у нас зарядный шнур, не особо большой, но, в принципе, большой с такими часами и не нужен! Он цепляется у нас на магнитах к часам и мы спокойненько заряжаем! Да, если вы такой потеряете шнур, то всё, вы ваши часы больше не заряете! Поэтому внимательней относитесь к этому шнурочку! Их надо как-то включить, никакой кнопки нет! Давайте смотреть мануал! Утанаканайка-то, а, не на том языке читаю! Вот, да, точно! Значит, нужно нам отсканировать QR-код и установить приложение в телефон! Давайте это сделаем! Если кто-то не умеет пользоваться QR-кодом, то в AppStore, либо PlayMarket, вы можете написать iWear И найдете ваше приложение, и будете им пользоваться! Да! Я теперь предлагаю спуститься на стол и посмотреть более детально наши часики! Посмотреть поближе, как они выглядят! И посмотреть, насколько умны наши смарт-часики! Поехали! Так, ну давайте я вот эту штуку сниму, уже она нам не понадобится! Вот таким вот образом выглядят наши часы! Здесь у нас находится магнитный коннектор для зарядки, матовый корпус И вот такое вот, каленое стеклышко! Что касается экрана, мне, как мне кажется, он не настолько яркий, как хотелось бы! То есть, бледненький, бледненький! Возможно, это все дело регулируется на смартфоне и это будет круто! Но вот то, что сейчас я вижу, мне не особо нравится! Вот основное меню, здесь часы и дата, здесь количество пройденных шагов, сожженные калории, пройденное расстояние, фазы глубокого сна, сколько вы хорошо спали, пульсометр, будильник и функция найти наш телефон! Все! И выключение! Ну что ж, давайте пройдемся более детально по нашим функциям! Как вы могли заметить, наши часики, синхронизируясь по блютузу, перенесли полностью и дату, и время! Это хорошо! Что касаемо, значит, приложения, давайте посмотрим более детально! Что у нас в приложении? Здесь у нас имеется подсчет количества шагов, темп бития сердца нашего, сон глубокий и неглубокий, кровяное давление наше измеряется и кислород в крови! Вот это я вообще не знаю, как оно рассчитывается, но будем смотреть, я не знаю, на самом деле, как кислород в крови путем электронного вычисления! Ладно, я, может, что-то не знаю, не понимаю! Так, далее, что у нас есть еще? Запись истории, то есть, по дням, все это дело по месяцам, ну, как, собственно, сделано все в Mi Band от Xiaomi! Также в настройках есть напоминания, напоминалочки о входящих звонках, о входящих СМС и напоминания при потере! Ну, это на тот случай, если вы далеко отошли от своего умного браслета, либо с браслетом от телефона, что, в принципе, тоже самое! И у вас будет сигналом, значит, подаваться о том, что, эй-эй, вернись, я потерялся! Вот, в общем, так, да! Либо, если вы потеряли в комнате ваш смартфон, вы можете спокойно, дистанционно найти при помощи этих часов ваш телефон! Вот, будь-то он завалился, допустим, за подушку куда-нибудь, либо там за диван, и вы не можете никак найти при помощи этих часов! Если они, опять же, подключены по блютусу с вашим устройством, то вы можете найти их легко! Давайте все это дело сейчас проверим! Ну и вот, ребятки, я прошелся по комнате, здесь, значит, 44 шага находил, одну калорию целую сжег и 30 метров, значит, прошел! Спать не спал, пульс я еще не измерял, и, собственно, я предлагаю сейчас одеть их, значит, на руку, и посчитать наше давление, и узнать, какой у меня пульс! Давайте сейчас дело проделаем! Ремешок, кстати, очень приятный к телу, мне даже больше нравится, чем на моих смарт-часах! Итак, вот наш пульс, и чего, как он будет мерить, интересно, пульс? Ну... Так, вот у нас 125 на 76 давление, пульс 81, и количество кислорода 99%! Ну, блин, довольно быстро, кстати, посчитало, интересно, давайте еще раз попробуем! Неужели я настолько спокойный человек? Погнали! Кстати, быстро посчитало, мне понравилось прям! Я думал, дольше буду ждать! Ну-кась, 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 давай, давай, давай! Так, вот, 128 на 79, пульс 74 и 98% кислорода в крови! Довольно интересная штука! По поводу поиска телефона, давайте сейчас это дело проверим! Зажимаем длительное время, и у нас на смартфоне должно что-то закричать! Чего-то ничего не кричит! А, нет! Вот! Что тут написано? Да, что-то по-китайски, но я не понимаю, ребят, кто разбирается, да, кто китайский знает, подскажите, что тут написано! Ну, на самом деле, у меня выключен звук, и если звук включён, тогда он закричит! Если же звук выключен, то ваши поиски просто не уменьшаются успехом! На самом деле, если вы, допустим, смартфон в режиме беззвучном потеряли у вас, в комнате где-нибудь заполушку завалился, то его хрен найдёте! Он будет просто вибрировать, звука никакого не издаст! Это, кстати, минус! Так, ну-ка давайте теперь со включённым звуком попробуем! Так, где у нас функция поиска? Ой, блин, промотала! Что же я такой криворукий? Вот! Ну давайте проверим! А, держать начну надо, да? Вот таким вот, блин, мерзким звуком он начинает кричать! Но, опять же, повторюсь, если у вас включён обычный стандартный режим, если я вывожу в беззвучный режим, то происходит следующее! Видите? Всё! То есть звука нету! И вы его хрен на самом деле найдёте! То есть получается, чтобы его найти, нужно для начала его потерять в обычном, не беззвучном режиме! Вот такие вот дела! Ну я считаю, что это недочёт! Можно было в программе как-то это всё дело сделать так, чтобы можно было и беззвучки искать! Данные часы автоматически включаются, как только вы их подносите посмотреть время! Вот так вот! Пымс! И они вам показывают времечко! То есть не нужно каждый раз по ним клацать, чтобы посмотреть время! Поднесли! Посмотрели! Время! Всё! То есть посмотрели сколько вы там находили! Сколько калорий! Дистанция! Сон ваш! Сердцебиение! То есть если вы задерживаетесь на этой опции, он начинает считать ваше сердцебиение, ваше давление и процент кислорода в вашей крови! Я на самом деле не знаю, каким образом он это всё высчитывает, но вот, наверное, как-то так, да! Будильник можно поставить, по-моему, один, если я не ошибаюсь! В приложении выставляется вот здесь, то есть настройки напоминания и установить будильник! Вот, настройки будильника! Нет, не один! Их можно стоить 3 штуки и на разное время! То есть можно на 8 часов! Только как это всё дело регулируется? Ага, вот так! Допустим, на 8.07 один будильник будет, другой будильник на 8.08! Всё! То есть у нас 3 будильника и они будут у нас вот так вот вибрировать, значит, на наших часиках! Давайте теперь проверим входящие звонки и входящие СМС, как они будут отображаться здесь у нас на этих часах! Сейчас нам китайский посолятор позвонит и мы увидим... Да! Вот таким вот образом у нас моргает трубочка и идёт вибрация! Ну и сейчас мы посмотрим, как проходит уведомление об СМС! У нас, значит, происходит троекратная вибрация на браслете и появляется конвертик! Чё молчишь? Ничего! Ну и я предлагаю теперь сымитировать потерю наших устройств и отключить блютуз! Пусть посмотрим, как среагирует либо смартфон, либо браслет на это дело! Ну типа мы отошли далеко! Ждём! Ничего не происходит! А должно... Ага! Вот! Есть! Так, тихо! Тихо! Значит, у нас написано, что напоминание при потере браслета... Внимание! Ваше устройство уже отключено! И даже дата и время когда! Проверяйте! Да! Интересно, интересно! Но на самом браслете, кстати, ничего не произошло! Ладно, давайте подключим обратно! Ну вот, собственно, и все функции наших часиков! И последняя функция это выключение! Вот таким вот способом, значит, мы зажимаем! И длительное время ждём, когда они у нас выключатся! И нам написали бай-бай! Всё! Поднимаемся наверх! Вы знаете, данные часы, или, скорее всего, это фитнес-браслет, мне понравился как внешне, так и внутренне, на самом деле! Здесь очень простое и примитивное меню! Очень всё эргономично и удобно! Также мне понравилось приложение, которое действительно нормально русифицировано! То есть не с кривым китайским переводом, а с нормальным, хорошим, русским языком! Здесь абсолютно все те функции, что и в Xiaomi Bendy втором! И часы есть, и есть шагомер, и есть, значит, пройденное расстояние, и есть сожжённые калории, и пульсометр, и вибробудильник есть, и даже, значит, счётчик кровяного давления! Что очень даже хорошо! Ну, я вот считаю, что это больше себя позиционирует штука, как фитнес-браслет! Те, кто следят за своим пульсом во время бега, либо каких-то кардионагрузок, считают шаги, калории сожжённые! То есть вот штука хорошая! Причём, при цене в 1000 рублей, я считаю, что это просто идеальный вариант! Это лучше даже, по моему скромному мнению, это лучше, чем Xiaomi Mi Band 2! Визуально они мне больше нравятся, как они выполнены, из какого материала! И мне нравится то, что здесь есть ещё счётчик, значит, кровяного давления! И цена! Цена в 2 раза меньше, чем у Xiaomi! Естественно, за Xiaomi мы переплачиваем за бренд! Лично я считаю, что данный браслет своих денег однозначно стоит! А что думаете вы по поводу этого браслета? Пишем в комментариях! Ну чё это такое? Это фитнес-браслет кот! Фитнес! Фитнес! Для активных котов, не таких как ты! Лежебок! Ну чё, я хороший! Хорош, хорош! Слушай! Чё? А когда могу я покушу? Подарить? Угу! Я буду рождения! У тебя что, сегодня день рождения? Ну угу! Я не знаю! А когда у тебя день рождения? Угу... Я не знаю! Давай, давай сегодня! Давай сейчас! А сейчас день рождения! Подарить! О, смотри! У меня? Что? А не понимая, да! Ну на задней лапе не носят! Ох, что? Ты что не понимаешь? Субтитры сделал DimaTorzok